Опасности ночной езды, авто. Рисунок к статье. 23 марта 2015 года 8.49, Павел Жуков, текст фото-видео. Опасности ночной езды и типичные ошибки водителя в темное время суток ночью любого автомобилиста подстерегают у им о неприятностей и опасностей. Постараемся разобраться, какие типичные ошибки, которые могут стать причиной ДТП, совершают водители в темное время суток. Ночью как днем самую серьезную опасность для водителя представляет не столько глухая ночь, сколько сумеречные часы перед рассветом или закатом. Именно в эти промежутки времени происходит больше всего аварий. Дело в том, что в сумерках автомобилист зачастую не может правильно оценить обстановку, поскольку становится жертвой оптического обмана. У него создается впечатление, что видимость вполне сносная, а на деле это далеко не так. Кроме этого, именно в предрассветные или предзакатные часы заметно снижается эффективность фар, что только усугубляет проблему недостаточной видимости. Чтобы не случилось беды, не следует пренебрегать прописным истинам, придерживаться скоростного режима, а дистанцию до впереди идущей машины немного увеличить. Ну и конечно, внимательно следить за ситуацией на дороге. Дистанция, к сожалению, зрение у людей не кошачье, поэтому в темное время суток проку от него гораздо меньше, чем днем. Виной тому снижающийся периферический обзор и слабое восприятие цветовой гаммы. К тому же замедляется и скорость реакции водителя. Поэтому, как только стало темнеть, скорость необходимо снизить, а дистанцию, соответственно, увеличить, ведь точное расстояние до впереди идущего авто оценить сложно. Все это напрямую относится и к встречным автомобилям. Разъезжаться с ними нужно с запасом. Ведь встречка может вести за собой какой-нибудь груз, который ночью не видно, а ширина невидимого в темноте грузовика может оказаться больше ожидаемой. Дальнобойные фары о пользе и вреде дальнего света известны любому, кто хоть раз отправлялся в ночное путешествие. Чем дальше светят фары, чем большую площадь дороги они освещают, тем удобнее и лучше. И все бы хорошо, если бы не одно «но». Дальним светом нужно уметь правильно пользоваться и не забывать о его существовании, а не просто включить режим дальнобойности и мчаться навстречу приключениям. Мощный пучок света ослепляет водителя, как встречной, так и впереди идущей машины. Это значит, что на некоторое время он перестанет видеть дорогу, и если автомобилист неопытен, то запросто может улететь на обочину или выскочит на полосу встречного движения. Последнее, как часто бывает, может привести к лобовому столкновению, либо с любителем дальнего света, либо с автомобилем, который ехал за ним. Поэтому, едва показался встречный автомобиль, дальний свет тут же необходимо переключить на ближний. Если встречка не поступила аналогично, следует прижаться к обочине и смотреть туда же. Полезно при этом еще и зажмурить один глаз, в этом случае после разъезда он гарантированно останется рабочим, и будет нормально видеть в темноте. Ну а про себя, или вслух, кому как удобно, можно пожелать встречному водителю счастливого пути. Если с дальнего на ближний не переключается автомобиль, который едет за вами, не реагируя при этом на просьбы с помощью стоп-сигналов, то такого водителя безопаснее пропустить вперед. И в такой ситуации в зеркала заднего вида лучше не смотреть несколько секунд. Помните, что во время обгона переключаться на дальний нужно в тот момент, когда вы поравнялись с обгоняемым авто. Это необходимо для лучшего освещения дороги. Соответственно, если пошли на обгон вашего автомобиля, включайте ближний, когда вы сравняетесь. А еще помните, что серьезную опасность представляют подъемы. Вероятность быть ослепленным встречным автомобилем в этом случае существенно возрастает. Объятие морфея Если во время ночного вояжа сильно захотелось спать, бороться с чарами морфея бессмысленно. Кофе или энергетики хотя и дают кратковременный эффект, но наблюдательность и реакцию заметно снижают. Не помогут и похлопывания по щекам, и пощипывания себя любимого за разные места. Сигаретный дым, которым можно наполнить салон, будет лишь кусать глаза, отвлекая от дороги. Считается, что ночью полезно держать под языком дольку лимона. Якобы в период Второй мировой так поступали пилоты ночных бомбардировщиков, чтобы улучшить зрение. Но лучше не экспериментировать, а остановиться в безопасном месте, минус например, на заправке либо возле поста ДПС, минус завести будильник и отрубиться на 15-20 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы организм подпитался на пару-тройку часов. Да, поначалу после такого сна водитель может чувствовать себя разбитым, но это ощущение быстро проходит. Частота Залог безопасности на грязные фары В светлое время суток мало кто обратит внимание. Но не будешь в непогоду через каждые 500 метров останавливаться и протирать их тряпочкой. Да и не приведут заляпанные грязью передние и задние огни днем к аварии. А вот ночью ситуация кардинально меняется. Из-за грязи фары освещают дорогу гораздо хуже, что чревато самыми неприятными последствиями. Когда-то давно на Волве и некоторых других иномарках ставили очень полезное приспособление – дворники для фар. Но потом, из-за ужесточившихся требований к безопасности пешеходов в случае ДТП, от них отказались. А ведь польза от дворников действительно была. Конечно, сейчас большинство машин оснащены специальными омывателями, но их эффективность в разы хуже. По большому счету, они лишь расходуют жидкость из бачка, а фары светят лучше на самую малость. Поэтому время от времени все равно приходится останавливаться и протирать их самостоятельно. Причем делать это нужно сразу, как только пучок света стал слабеть. Нельзя забывать и о задних огнях. Ведь если они плотно запачканы грязью, то водитель авто, который едет следом, может и не сориентироваться. Поэтому опасность получить внезапный удар ночью сзади вполне реальная. Фото. Вадим Золобов. ТАСС. Читайте последние новости и материалы свободной пресса в социальных сетях. Фейсбук. Твиттер. Вконтакте. Одноклассники. Гугл Пласс. Живой журнал и Мир Тесен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова